Здравствуйте, господа бритвоманы и любители классического бритья. Да, я продолжаю изготавливать бритвы. Единственный недостаток того, что я делаю, это то, что мне приходится выкраивать, крайне сложно выкраивать время на все это дело. Ну, деньги, само собой, но все же балуюсь вот такими делами, то есть любимыми делами, которыми мне всегда хочется и хотелось всегда заниматься. И на данный момент, что я изготавливаю? Вот у меня было вот столько и еще вот столько бритвочек, заготовок, то есть бритв. И вот я решил взяться только за четыре, потому что я точно знаю, чем больше производишь, тем меньше качество, поэтому остановился на минимуме, а это четыре штуки. Вот, смотрите, пока что у меня получается. Вот такой вот тигренок под старого англичанина по форме. Вот как-то так все это у меня выглядит. Все по уму, все сделано так, как это должно быть, и никак иначе. Так, ну это где-то по размеру 5 восьмых, плюс-минус где-то так. Примерно такой же ширины, вот под француза заточены моделька. Прямо вот делаю, и душа радуется, прямо поет душа. Руки сами в бой рвутся. Не это ли здорово, да? Вот не это ли здорово. Вот с таким вот гарпуном, так сказать. Где-то я такое видел раньше, это не я придумал. Дальше, под английский Шеффилд заточена, по формам я имею ввиду, вот такая моделька. Ну вот, конечно, с наружки я, видите, вот получилось здесь хорошо, на Эрли. А тут я уже дошел до многослойного Дамаска, реально до многослойного уже, и уже рисунок начал теряться. Но ничто не потеряно, как говорится. Потому что сердечник всегда идет из максимально плотного Дамаска. И еще, ну это примерно 6 восьмых, а это примерно, я даже не замеряю, просто изготавливаю. Вот такая вот красотка. Да, может быть, тут вот должно быть что-то элегантнее, но не знаю, у меня что-то в голову ничего такого не забрело более элегантного. Вещи. Вот, продолжаю изготавливать их. Но это длится очень-очень долго. Я говорю еще раз, что я выкраиваю время, это слишком сложно вот так вот работать. Но зато все это делается не торопясь и очень обдуманно. Они готовы на данный момент. Твердость более 60 единиц, в районе 61-62 где-то так вот. Но, в общем, если, к примеру, бутылку царапнуть, как все это многие любят делать, но не советую, кстати, но если только бушком где-нибудь, и то он есть закругленный, я не знаю как тут, то бутылку будет царапать в легкую. То есть русская бритва, она всегда остается русской бритвой со своей твердостью, со своей вот этой вот неповторимостью. Ну, по поводу неповторимости, в принципе, тоже у меня тут много чего. Вот немногие, к примеру, там высказывались. Я тоже начну делать, изготавливать опасные бритвы. Ну, как будто мне это должно напрячь. Наоборот, давайте вперед. Я, наконец-то, хотя бы побуду не в роли изготовителя, не только в этой роли, а еще в роли критика. Даже покупать их не буду. Как у меня вот обычно, даже в руках люди ноги не держали, но критиковать прям вот... Да, маска, это не для бритв, это вообще все неправильно. Хорошо. А почему же, не знаю, на кого глядя, может, даже глядя на меня, я не знаю. Но ДОВУ выпустила большую-большую серию дамасских бритв. Только Дамаск там ножевой, а не бритвенный. Видимо, глядя на все это происходящее, ну, решили вот так вот крутануть бизнес. Как говорится, только бизнес, ничего личного. Ну, там ценники, если кто верит немцу, вам туда. Там от 35-37 тысяч начало. Пожалуйста, я не против, все туда. Кому нужно это, я не знаю, ну, раза в два, в два с половиной, в три и еще дешевле, ну, можете зайти ко мне. Вот как-то так вот. Потому что, если бы я делал бизнес, они у меня тоже стоили от 35 тысяч. Тогда бы я на них зарабатывал хорошо деньги. И я бы еще не просто занимался любимым делом, но и бы получалась от этого какую-то прибыль. Бонусы, так сказать. Вот. Ну, да, немцы, это вообще-то, в принципе, дураки. Издали из Дамаска, серию забабахали. Вот дураки. Это же, блин, не для бритв Дамаска, да? Это не про это. Это вам не это. Ну, хочу вам, товарищи немцы, если вы меня слышите, а вы меня слышите, я смотрел. То есть, в отслеживании, там можно посмотреть, откуда ко мне заходят гости на сайт, а там очень часто заходят из Германии, то товарищи немцы намного круче Дамаска 9ХС. Но пакетно-кованая. Я понимаю, что для вас это что-то такое внеземное, пакетно-кованая, да? Проще взять лист и из нее набабахать все, что хочется. Но это будет уже не то. Это будет не то. Вот так, если коротко сказать. Но, в принципе, вот я выбираю со мной Дамаск, потому что он легко затачивается, легко правится, несмотря на его твердость. Он так бархатно брит. Вот поэтому я его выбираю. Да, 9ХС, конечно, круче. Это вообще просто для него, для 9ХС стали волос, это ноль. Это воздух просто. Для 9ХС должна быть какая-нибудь проволока там мелкая, расти у вас. Вот для него это самое то. Вот бритье будет просто самым обыкновенным, если вы будете брить проволоку. Но волос 9ХС вообще не чувствует. Но там заточка, это трэш, правка, то же самое. То есть будете по полдня убивать на то и другое. А радоваться бритью будет немного некогда. Но каждому свое. Что, что-то я тут разболтался. Сейчас вот буду задумываться, из чего мне изготовить оправы. И в принципе я знаю, из чего я их изготовил, но пока не буду зарекаться. Вот из этого бы хотелось бы готовить. Это вообще такая деревяка. Это супер-пуперная. Но у нее ценник. Где-то тут я это писал. Я даже не помню. А вот у меня написано ценник. Ох ты, блин. Почти 3000. Нормально? Если я, к примеру, из нее захочу сделать бритву. Вот тут вот щепка. Тут вот. Блин, нет, не выйдет. То в принципе это хватит только на одну бритву. Хватило бы, но ее не хватит. Видите? Так как оправа всегда длиннее клинка. А это коротенький клинок. Ее просто не хватает. Даже наискосок. Хотя это делать нельзя. Вот. Это кингвуд. Что ж, откладываю его опять в сторону. Так как он не подходит под нашим задачам. Так сказать, на сегодня все. В следующий раз я уже подготовлю что-то для оправ. И начну их плавно собирать. Смотрю, как по шайбам. Если нет, все буду заготавливать и делать. Так что грядет. Грядет. Дамасская четверочка. Ну, из кости я делать не буду. Кость это вещь такая. Кость это, которая вот. Тричит по швам. Лопается там все вот это вот. То есть зачем вам оно, да? Зачем это все? Я понимаю, что хочется кость, там рог. Все что угодно. Любые маслы. Но практичность в русской бритве это номер один. А все остальное уже вторым номером, третьим и так далее. Что ж, продолжаю рисовать. На сегодня хотя бы вот еще хочется нарисовать оправы. И присмотреть, что у меня есть из материалов. И чего нет, уже закупать. Напилил в деревьях. Это Лайсвуд. Выровнял плоскости. До идеала. Это стабилизированные корейские березы черного цвета. Плоскости выведены. Вот примерно такие штуки у меня получаются. Ну, да. Вокруг столько много материалов. Вот взять, например, карбон, да. Почему бы из него не сделать? Ну, не люблю из него делать. Она какая-то получается мертвая бритва. Ну, G10. Ну, повеселей штука, конечно. Очень практичная, прочная. Пружинит здорово. Ну, для оправ подходит. Но она все равно не дает вот той жизни какой-то вот этой. Когда берешь вот оправу, к примеру. Пускай даже стабилизированные, но карельные. Компийская береза. Она легонкая. Она тепленькая. Она красивая. Своим неповторимым структурным рисунком. Вот к примеру. Ну, неужели вот может сравниться какой-то искусственный материал даже хотя бы по расцветке? Ну, никогда такого не может быть. Вот это Lyswood. Так выглядит. А мне сегодня как раз на электронку написал один человек. Не знаю, может он потом посмотрит это видео, может не посмотрит. Но это вообще не важно, в принципе. Аля Трутвати, кстати, что-то мне напоминает. Кругловатые такие варианты. И он мне спрашивает, какую мне бритвку выбрать. Самую лучшую. Прям самую лучшую. У меня нет самой лучшей бритвы. И не было никогда. Нет, были какие-то особенные варианты. Но их, в принципе, быстро сразу же выглядывали, разбирали. Были такие. Но там у всех свои приоритеты. Каждый видит идеал по-своему. Поэтому я советовать не умею. Да, навязать это другое дело. Навязать это, бери вот эту вещь, вот эту вещь, а вот ту не бери. Вот это, то есть, большого ума для этого не нужно. Но я такой фигнёй не занимаюсь. И поэтому я не умею советовать. Вот и всё. И он мне постоянно, человек, твердит, что вот он присматривается к немцу. Вот он хочет немца. Вот он опять присмотрелся к немцу. Потому что ему какие-то гуру сказали, что немец это вот то, что тебе нужно. Ну, во-первых, если приглянулся немец, надо брать немца. Ко мне даже не заходите. Это точно. Если хотите сравнить, то надо брать и немца, и у меня. Чтобы было с чем сравнить. Иначе это просто пустое бла-бла. А в-третьих, ну, если там гуру, который сделали там тысячи бритв, вам так и говорят, то надо, наверное, слушать гуру всё-таки, да? Кто я такой? Фигнёй тут какой-то занимаюсь. А, вот там гуру всё-таки. Так что прислушайтесь к ним. Они для вас приоритет. Имеют их слово весомо, потому что они очень умеют разговаривать, потому что у них, кроме немцев, скорее всего, ничего больше нет. Или они просто продают немцев восстановленных. Ну, мало ли какие варианты. А может, просто у которого есть бритва немецкая, и он ей просто бреется. Всё гуру, гуру человек. Так что вот к ним. Ну, а я, в принципе, кто такой? Просто изготавливаю какие-то бритвы русские, да? Долго, а ли не долго ли, далеко ли, близко ли, но работы с бритвами на сегодня подошли к концу. В сегодняшний день я посвятил заточке. И заточка, в принципе, получилась отличной. В принципе, почему? Я вам сейчас расскажу. Я как раз с этого момента и начну всё же. Чтобы не запамятовать, мало ли что. О, у нас там вертолёты летают. А я тут бритву делаю. Вот такая вот у нас широкая красоточка. Стабилизированная корейская берёза. Клинышкость из неё же. Теперь откроем. Что у нас с клиночком? Посмотрите внимательно. Я начал с неё затачивать на грубом камне. То есть, как получается... Видите, я пяточку заскочил. Но заточка на ней сейчас не находится. Так же и тут с кончиком. Вот. Она полированная заточка. Все бритвы рубят волос. Проверено. Я сейчас перед вами тут не встану. Вот эти вот макросъёмки выпендриваться делать. Надеюсь, это видно. Вот особенно с этой стороны, что я здесь на носик всё-таки заскочил. Изначально, когда по грубому начал, и на пяточку заскочил. А вот теперь вспомните те самые бритвы, которые из 9ХС с никелем. Там тоже такие заскоки. То есть, если кто умеет затачивать, кто реально умеет затачивать, тому переточить те самые бритвы вот в такое вот как сейчас состояние. Вот они тоже были со скоками. Сейчас за скоками те бритвы, как вот и эта бритва. Ну, видите, что делает плавная, неторопливая заточка. Вот такая вот у нас широкая бритвка получилась. Дальше. Да, бритвки при своей огромной твёрдости удивительны. Быстро затачиваются. Ну, либо, может, я просто уже давно это не делал. И мне показалось, что это быстро. Когда это вот рутина, это всегда кажется долго. А когда это не рутина, а именно вот душевная работа, то, наверное, поэтому и недолго показалось. Это примерно 6 восьмых. Ну, на глаз это и есть 6 восьмых, в принципе. Это я заточку показываю. Да, если, кстати, вы ученик Ютуба, то я вам бритвы, вот те, которые я произвёл сам, не советую вообще затачивать. Ну, если у вас нет, конечно, креативного мышления. Потому что всё, чему там учат, это как минимум наполовину не подходящие для заточки вот таких вот бритв. Я как-то показывал, наверное, там... Да, был такой случай. На камне, например, вот эти бритвы вот так вот затачиваться любят, но не особо. Хотите значить быстро, ровно и правильно, вот такие должны быть движения. Вот такие по камню. Тогда вот такая столюга, вот такая вот прочная, она заточится на раз-два. И это вам покажется очень быстро. Этот, который с бирочкой из G10 оранжевой. Дальше. Такое чувство удовлетворения, по-моему, правильно я выражаюсь, вот когда сделаешь такие вот варианты, и ты понимаешь, что они получились отлично, то мне кажется, вообще работа того стоила. И вообще, мне тут удачно подвели люди, которые не дали мне полноценно поработать там с другой работой. Задержали, затормозили, что-то тут все. И я пользуюсь этим моментом. произвел эти бритвы. Если бы не те люди, которые все в жизни и всем тормозят, этих бы красоток бы не было. еще раз повторюсь, все проверил, на волосе, все четенько рубит, все как надо работает. То есть, могу уверенно сказать, что бритвы подготовлены не к заточке, как обычно немцы говорят, они продают новые бритвы, и у них там написано, или там сказано где-то, либо было всегда так, что бритва подготовлена к заточке. Вот. У меня по-другому. Бритва подготовлена к бритью. Вот так вот на сегодня у нас такой результат. Сейчас я вам покажу еще кое-что по поводу правки на пасти и без пасты. Секундочку, потому что вопросов много, по этому поводу ответ один. Часто задают вопросы, какой ремень самый быстрый, самый шустрый, самый лучший. Вот. Вот это вот, которая выглядит шишавая страна, но она чуть-чуть и есть шишавость какая-то в ней такая все-таки, но она гладкая, но шишавая все-таки. Чуть-чуть. Этот ремень, он там размещен, вот видите, тут пятнышка, я за этого его забраковал и себя ставил тогда. И что? Он 4 900 стоит, первый там на сайте черный ремень вот такой вот. Конечно, там вот этого не будет безобразия, потому что там такая застежечка, то есть блестящая, ну, совсем с карабином, со всеми делами, это я для себя, я себя так люблю просто, как говорится. Вот. И вот эта вот страна, она правит любую бритву, вообще любую. То есть на раз-два это происходит быстро, качественно. я по-другому никак сказать это не могу. Этот же ремень, переворачивайте, он там гладкий совсем, и наносится вот такая вот мелкая-мелкая паста, мельчайшая, то есть на уровне ГОИ, если есть помельче, это еще лучше, ставьте мельче пасту. Вот сейчас видите, вот камушки, на которые надо будет их разгладить, но они никак не мешают заточке. Это для чего? Если у вас бритва уже требует не правки, а заточки, пройдитесь вот на таком вот ремне, вот на такой пасте. И потом, как вы прошлись, пройдитесь вот по этому чистому ремню уже, по другой стороне, бритва будет как будто вновь заточенная. Все. То есть, не обязательно там затачивать, какой-то заточкой заниматься вообще, как-то кипишить вообще по этому поводу. Все просто. Как никогда. Мир давно уже придуман. Все, что в мире есть, придумано давно. Поэтому не изобретайте велосипед. Живите просто и счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok